О том, что это у нас не первая встреча с Мариной, и, знаете, такое количество отзывов наших слушателей, людей, которые действительно не понаслышке об этом знают, у которых есть какие-то близкие друзья, знакомые, и эти люди многократно пытались помочь своим близким. Это не всегда было успешным, но те, кто подошел к Back to Life, те, кто прошел через эту компанию, совершенно другого сегодня ощущения, люди по-другому чувствуют жизнь, по-другому в ней существуют. Марина, еще раз приветствую, я надеюсь, что сейчас слышно уже хорошо, и мы пару слов буквально уделили, сказали о том, сколько людей проходит через ваш центр, скольких вы отправили в Израиль, где находится уникальная совершенно клиника Феникс, откуда люди приезжают здоровыми, откуда люди приезжают, ну, буквально как та самая птица Феникс, да, которая из пепла вновь возрождается, вот так и те, кого еще вчера называли пациентами, и сегодня уже, в общем, совершенно здоровые люди. И когда мы сталкиваемся с такой проблемой, сразу возникает вопрос, с чего начать, куда бежать, и что с этим делать? Добрый день, меня слышно? Слышно, слышно. Да, хорошо. Я пришла в студию сегодня не одна, я пришла со своим другом, с ним коллегой, его зовут Борис Борисевич. Приветствую. Это человек, который работает в клинике Феникс многие годы и помогает восстановлению наших детей, людей из Америки, также каких-то всего мира. И я бы хотела, Борис, задать вам вопрос, вот с чего начать? У нас сегодня такая, я бы хотела затронуть такую тему, как все поменять? Поменять вот эту агонию, страшное горе семье. Потому что, когда больной ребенок, становится больная вся семья. И нету больного ребенка, есть больная семья, они становятся созависимы, ребенок употребляют, они в агонии, кажется, что они его спасают. А на самом деле они его еще больше губят. И на сегодняшний день наркотики настолько страшные, симпатические, разные. Дети умирают, дети сходят с ума. И когда ты смотришь на этих родителей, ты понимаешь, что вроде бы они хотят им помочь. Но от незнания проблемы, от непонимания, что делать и к кому обратиться, они заводят ситуацию полностью в тупик. И ситуация становится еще хуже, чем была. Поэтому я хочу обратиться к вам, Борис. Расскажите нам немножко, что родители должны делать, с чего им начать? Вот они видят, что что-то в семье, что-то с ребенком не так, поменялось его поведение. Что-то происходит в доме, что делать? Боря? Алло? Да, ну он отключился. Да, потерялась. Плохая связь и потерялась связь. Ну давайте начну, наверное, я, потому что его не слышно. Нужно обратиться к профессионалам. Так как мы говорим уже многие годы, и некоторые люди нас слышат, некоторые нет. Нет, не пытайтесь уговорить ребенка идти на лечение. Первое. Вы должны понимать, мне кажется, самое главное. Вот в программе анонимных алкоголиков и наркоманов есть, в принципе, шаговая программа. И самый первый шаг – это понять, что ты бессилен перед этой проблемой. И то же самое родители. Они должны начать понимать, что ребенок зависимый, дать себе в этом отчет. И второе – понимать, что ты бессилен перед этой проблемой, что наркотики всегда выиграют. И свои уговоры, разговоры, что ты портишь свою жизнь, что ты сейчас перестал учиться или перестала учиться, или тебе нужен муж или жена, они не помогут. Потому что человек в полном… его сознание полностью искажено, и он не поймет это. Поэтому есть ли профессионалы, которые знают, как с этим ребенком разговаривать, или это же взрослый человек. И как его, этого человека, повернуть к лечению? Потому что без лечения, без реабилитации, без профессионалов, которые смогут очиститься от наркотической зависимости, от наркотических веществ, и после этого начинается такая интенсивная терапия, где человеку объясняют, почему он употребляет, как он начал употреблять, что он чувствует, как эти все чувства разложить, как бы разложить и понимать, что ты чувствуешь, что тебе нужно делать для того, чтобы остаться чистым. Они дают тебе огромное количество инструментов, они объясняют тебе, как тебе со своей зависимостью, с болезнью, с зависимостью жить и продвигаться в жизни дальше. И чем быстрее близкие люди это поймут, тем быстрее будут у этих людей какие-то результаты. Потом я бы хотела немножко обратить внимание на то, что очень многие люди потеряли всякую надежду, они лечили детей в разных реабилитационных центрах в Америке. И, к сожалению, результаты были не очень хорошие, плачевные, я бы сказала. Они потеряли всякую надежду, им кажется, что все, вот ему уже ничего не поможет, он должен за лицам взять за голову. Но, к сожалению, это не так, потому что наши реабилитационные центры, они неэффективные, неэффективные, во-первых, потому что они не верят в терапию, они верят в таблетки. Второе, они краткосрочные, за короткое время ты не можешь восстановить человека, это импассабл, особенно человек, который употреблял долго. В-третьих, они, тут, понимаешь, за счет того, что вся хипа и лиабилити, и даже психологи, психотерапевты, и каждое слово, которое они говорят пациенту, они переживают, потому что завтра они могут тебя судить, ты как бы как-то подвинул их чувства, у него теперь постдраматик синдром от тебя. То есть они не могут дойти до бандема, и из-за этого ты не можешь этому человеку помочь, потому что всегда есть какая-то, с чего-то это началось, какие-то травмы, какое-то неправильное... А это причина у этого, да? Первая причина. Это причина, у Кассова, конечно, но причины разные, люди разные, поэтому подход должен быть индивидуальный. Терапия должна быть индивидуальная, которая подходит для этого человека. Вот они в израильской клинике Феникс, они даже подбирают психолога, с которым у этого человека получился какой-то контакт. Как у нас у всех должно быть какой-то кемистрии, ты должен тому человеку поверить, ты должен понимать, что он может тебе помочь, ты должен понравиться, его голос, его отношение к тебе. То есть это очень много всяких составных, которые должны сработать для того, чтобы эта программа сработала. И за счет того, что там настолько это все интенсивно, эффективно и долгосрочно, поэтому эта программа работает. Теперь я бы хотела обратить внимание, когда вы говорите, они приезжают здоровые. Они не приезжают здоровые, они приезжают восстановившиеся от своего употребления люди. Они приезжают с набором информации, они приезжают со знанием, как тебе самим собой, зависимым человеком жить дальше. И за счет того, что мы столько лет тут, у нас уже просто армия этих восстановившихся ребят, при том во всех штатах, они этих вновь прибывших поддерживают. У них есть огромная своя группа на WhatsApp и на Facebook. и мы рекомендуем, у нас есть Halfway House во Флориде. Мы помогаем устроиться на работу, мы составляем резюме. А кому нужно, мы ставим на медикейс, когда они приезжают, и у них нету никаких медицинских хеджуристов. То есть мы их поддерживаем полностью, когда они приедут. И вводим их вот в эту социальную жизнь, в которой они не привыкли жить трезвыми. Это тоже огромная-огромная поддержка. Безусловно, я напомню, напомню, телефон — это возможность действительно прийти от начала, дойти до конца этого большого процесса, в который многие, кто с этим сталкивался, здесь у нас в Америке и неудачно сталкивался, и, может быть, где-то бросил или на середине пути остановился. И сегодня думает о том, что, по сути дела, видимо, везде так и везде одинаково. Нет, не везде одинаково. И вот тот самый центр Back to Life, о котором мы вам сейчас говорим, и та самая израильская клиника Phoenix — это возможность увидеть не просто свет в конце тоннеля, а действительно отойти от начала процесса и до конца. И, по сути, на каждом этапе этого процесса есть люди, которые знают, как действовать в начале, в середине, самое главное — в конце и после завершения этого, для того, чтобы человек больше к этому не возвращался. Back to Life, Марина Пас, 267, 226, 63, 63. Марин, мы начали говорить сегодня на такую серьёзную тему, что делать и как вообще куда бежать, но поговорили сейчас о важном, о том, что есть люди, которые помогают, о том, что есть люди, которые после этого занимаются реабилитацией. А вот если вернуться к самому началу, мы же знаем, что человек, у которого появляется такая проблема, эту проблему иногда сам не осознаёт, а если даже он её не осознаёт, то вслух об этом сказать, признать — это вы знаете, как алкоголики, которые не готовы признать, что у них эта проблема есть, и им стоит лечиться, и у родных иногда опускаются руки, потому что человек этой проблемы не признаёт, или просто упрямится, или люди, которые в состоянии агрессии, потому что, так сказать, психологическое состояние человека, у которого такая проблема есть, бывает разным. От полного пассива, да, когда они абсолютно флегматичны, до агрессивного состояния. Как найти подход вот при таком разном состоянии людей? Как уговорить их, как признать? Это то, о чём я говорила вначале, что это могут сделать только люди, которые… У нас есть команда профессионалов, мотиваторов, лицензированных людей, которые могут прийти к вам домой, мотивировать больного на лечение. У нас есть СОБР ЭДКОРТ, у нас есть ЭДКОРТ, который может сопроводить в аэропорт, у них есть такие сертификаты, которые они могут…